В эфире РБК Олфа. Мы вещаем из отеля Шаратон. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Крепкий середняк. Башнефть попала в список Forbes крупнейших мировых компаний. Большие кредиты. В Башкортостане размер потреб кредитов вырос практически вдвое. И все необходимое под Уфой не будут продавать землю под жилищное строительство без инженерных коммуникаций. В этом году Башнефть стала новичком рейтинга 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии издания Forbes. Нефтяная компания заняла 1113 место. Всего же в списке 25 российских компаний. Это на две меньше, чем в рейтинге Forbes прошлого года. В 2016 Башнефть среди них заняла 14 место. При составлении списка крупнейших публичных компаний Forbes учитывает 4 показателя. Выручку, прибыль, активы и рыночную капитализацию. Стоимость Башнефть аналитики оценивают в сумму около 500 миллиардов рублей. В списке представлены фирмы 63 стран, большинство из которых 587 американские, 219 из Японии и 200 из Китая. Под Уфой больше не будут выставлять на продажу землю под жилищное строительство, если участки не имеют инженерной инфраструктуры. Об этом телеканалу РБК Уфа сообщили в администрации Уфимского района. При большом объеме жилья мы получаем некоторые проблемы в части обеспечения инженерной инфраструктуры, социальной инфраструктуры, школы, садики, дороги. Оно не успевает за жилищным строительством. Планов при остановлении строительства абсолютно такого нет. У нас стоит задача, что земельные участки, которые мы когда-то будем выставлять на торги для комплекса с вами, они должны быть уже сейчас обеспечены инженерной инфраструктурой. В администрации также пояснили, что не могут отказывать в продаже земли под индивидуальное строительство в соответствии с земельным кодексом. Однако власти заинтересованы в том, чтобы проблемы отсутствия коммуникации не ложились на плечи покупателей. По итогам 2015 года в Уфимском районе возвели 356 тысяч квадратных метров жилья. В этом году прогноз по динамике аналогичный. На сегодняшний день более 1200 гектаров отведено под комплексную застройку. За год в Башкортостане средний размер потреб кредита увеличился на 43% до 128 тысяч рублей. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй. По сравнению с ближайшими соседями в Башкортостане это самый высокий показатель. В Свердловской и Оренбургской областях средний размер кредита увеличился на 41,39% соответственно. В Татарстане на 20% до 111 тысяч рублей. Как отмечают эксперты НБКИ, помимо инфляции, которая привела к удорожанию товаров и услуг, на рост среднего размера кредита оказало влияние улучшение процедуры управления рисками со стороны банков. При этом в проблемных регионах увеличение среднего размера кредита происходило на фоне снижения числа заемщиков. В наиболее стабильных сокращение было не столь масштабным. Здесь размеры кредитов снижались. Сейчас информация о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро дешевеют. Курс американской валюты по отношению к российской упал на рубль 15 копеек. 65,89 европейская дешевеет на рубль 57 и сегодня оценивается в 73,45. Лучшие обменные курсы на данный момент – покупка и продажа доллара в банке «Финанс» за 65,05 и 65,66 соответственно. Наиболее выгодные предложения по покупке евро в социнвестбанке за 73 рубля ровно, по продаже в Бинбанке за 73 рубля 44 копейки. Почти полмиллиарда рублей выделят в Башкортостане в этом году на деятельность некоммерческих организаций. Об этом заявляют региональные власти. Объем субсидий достиг 23% от всего бюджета сферы социального обслуживания республики. Вся сумма – 2 миллиарда рублей. По количеству подданных от НКО муниципалитетов и малых городов заявок, Башкортостан занимает первое место в Приволжском федеральном округе и на втором месте в России после Москвы. Ранее президент Владимир Путин распорядился довести до 10% долю средств региональных и муниципальных социальных программ НКО. Участники рынка считают, что существующие условия высококонкурентны. Кроме этих субсидий у нас в Министерстве труда ежегодно разыгрываются другие гранты в поддержке НКО. Здесь, в общем, надо просто работать и конкурировать, и выигрывать эти гранты. Говорить, кричать, ходить – это не одно, а надо работать, выигрывать эти гранты. Участвует в конкурсах, чтобы и кадровый состав профессиональный должен быть, и все остальное. К этому часу вся информация. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с РБК.